Зелёная среда Конечно же сегодня напротив меня в этой студии сидит замечательный гость, которого я представлю буквально через минуту, а начать хочу, как уже повелось, как стало привычным, с небольшого стихотворения. Сегодня я подобрала такой текст, который, мне кажется, очень совпадает с сегодняшним днём. Стремительно стареет осень, теряя листья, как года, и в волосах травинок просить, а льда, тончайшая слюда, поддёрнув тёмных луж глазницы, вновь ослепляет тротуар. Всё чаще небу ночью снится морозных зимних туч, муар, а эхо самых тихих звуков напоминает нам хрусталь. Всё ближе с осенью разлука, что медь переплавляет в стали. Сегодня был такой морозец с утра, что мне захотелось прочитать вам своё стихотворение, которое я назвала «Прощальное». Ну что ж, ещё одна традиция, кроме вступительного стихотворения, у моей программы есть. Она называется «Визитная карточка», и каждый гость, до того, как вы узнаете его имя, представляет себя своим творчеством. И сегодня не исключение послушаем моего сегодняшнего гостя. Утро нового свет, ветра тёплого вздох, Сквозь окна моего раскрытую даль Пепел прожитых лет, боль несказанных слов Заберёт пусть к себе былая печаль Я как будто родился, проснувшись от сна Где судьбой моей правит кто-то другой Над израненным миром восходит весна Я снова живой И повеяв, как в детстве, что я всё могу Растолкав гору страхов и придуманных благ Я в восторге дыханье на миг задержу Чтобы сделать к мечте первый шаг Чтобы сделать к себе первый шаг И почувствовав поступи радостный ритм Сердце жадно подхватит, расплескавшись в груди А раз так пусть всё будет, как мы захотим Руку дай и пойдём Всё у нас впереди Не поверив, как в детстве, что я всё могу Растолкав гору страхов и придуманных благ Я в восторге дыханье на миг задержу Чтобы сделать к мечте первый шаг Чтобы сделать к себе первый шаг Спасибо, спасибо огромное Мы находимся в прямом эфире Телефон студии 318-3303 И я уже готова представить сегодняшнего гостя Это Евгений Женин, композитор, музыкант Здравствуйте, Евгений Здравствуйте, Наталья Ну что ж, вы впервые в этой студии? Абсолютно Да, и поэтому, наверняка, нашим радиослушателям Будет интересно узнать немного о вас Кто вы, откуда Чем занимаетесь в жизни Только музыкой Это ваша профессия Или, может быть, есть ещё какие-то интересы Немножко расскажите о себе Так получается, что В последнее время интересов многое Вообще, родился я в 87-м году В городе Омск В 2010-м переехал в Питер Музыкой занимаюсь Уже примерно 13 лет То есть с 15-ти получается гитарой В последнее время осваиваю Другие музыкальные инструменты А какие именно? Например, фортепиано О, это важно Начал осваивать Да Что-то уже получается Буду стремиться и дальше К развитию Своих композиторских навыков На гитаре не замыкаюсь Ну, интересует музыка к кино, к театру Написание различных песен То есть я, опять же, не замыкаюсь Просто на каком-то жанре Если я встречаюсь С интересным поэтом С интересными стихами Я всегда пишу песни Ну, насколько мне известно Вы пишете и просто Инструментальные Музыкальные какие-то Композиции Новеллы Как вы это называете? Да, особенно когда Есть запрос на это То есть конкретно Какой-то сюжет Угу Какое-то произведение С удовольствием пишу Под него музыку Ну, есть Пока что В моем арсенале Спектакль Путешествие К которому написана музыка А что это за спектакль? Где он? Где его можно увидеть? Спектакль по книге ПШ Петербургский автор Дмитрий Хара Угу Вот Однажды Был поставлен спектакль В 2013 году Была премьера И мне посчастливилось Написать к нему музыку В основном Он проходит В Лендоке Ленинградская студия документального кино Ну, как-то можно узнать Когда Бывают Эти спектакли Где-то информация имеется? Информацию Можно узнать На официальных ресурсах Естественно Достаточно в Яндексе ввести Спектакль Путешествия Дмитрия Хара И все очень просто Можно найти Как и меня В общем-то Мы сегодня услышим Какие-то музыкальные композиции Написаны именно для этого спектакля А вот Композиция Путешествия Которую я сейчас исполнил Она является Заглавной Путешествия Две буквы П и Ш Выделяются в названии Так как спектакль написан по книге ПШ И Музыка ваша в этом произведении Слова? Да, музыку всю писал я В стихи Авторства Олега Рутюнова Очень Замечательный поэт Наш современник Петербург Наш современник Живет в Кронштадте В Кронштадте Ну, практически, да Веселый очень человек С хорошим чувством юмора Умный Творческий У него очень хорошие стихи Рекомендую вам почитать Есть две книжки у него Я буду рада Если вы мне дадите Какие-то его координаты Я всегда с удовольствием Обязательно Знакомлюсь с творчеством Каких-то талантливых Олег Евгеньевич Рутюнов Я напоминаю Что мы в прямом эфире Находимся Телефон студии 318-3303 И я предлагаю Сейчас послушать Какой-нибудь из тех композиций Музыкальных Которые вы захватили с собой И композитором Которых вы являетесь Давайте выберем Что именно мы сейчас послушаем С удовольствием Послушаем композицию Танго Давайте послушаем Танго А наших радиослушателей Я приглашаю к разговору Звоните Могу еще добавить Что Танго Это тоже композиция Спектакль путешествий Вот отлично Как раз в тему Танго Танго Голи Голи Субтитры подогнал «Симон» 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 Три дня она появилась. Купила у кого-то знакомого за какие-то смешные деньги. И оказалось, что у меня огромное желание учиться, заниматься. Я сама очка полностью. Ну и, видимо, способности проявились какие-то, да? Наверное, да. Потому что трудно, если нет слуха, если нет каких-то элементарных предрасположенностей чисто физических, научиться хорошо играть. Бабушка утверждает, что это от неё. То есть была фамильная какая-то знакомность. Да. Понятно. Она утверждает, что это от неё. И когда я в 15 лет взялся, довольно быстро начал учиться. То есть несмотря на то, что сама очка какие-то подсматривала уроки по видео, это уже впоследствии сосед показал что-то. И так пошло-поехало. В итоге переместился на электрогитару, какие-то более сложные вещи пошли. И чем больше росло мастерство, тем больше росли и музыкальные аппетиты в плане сложных вещей. Ну вот я из нашего разговора всё-таки делаю вывод, что музыка – это единственная ваша страсть на данный момент. И как профессиональное займитесь. Или где-то вы всё-таки на пропитание себе зарабатываете другим путем. Если говорить страсть, если вы употребляете слово страсть, то музыка, пожалуй, это единственная. То есть всё, что с музыкой связано. Это для души, да. Просто музыка, написание её, звучание музыки в определённых проектах. Это может быть танец под музыку, которую я пишу, или спектакль под эту же музыку, фильм, видеоклип и так далее. То есть всё, что с ней связано. А в плане зарабатывания на жизнь, музыка, скажем так, она только, может быть, какую-то десятую, пятую часть, малую долю окупает в этом смысле. Поэтому, конечно, есть занятия для заработка другое. Она тоже творческая, но не настолько. Не хотите об этом поговорить? Это декоративная отделка. То есть я делаю красоту. Дизайн сейчас это называется модным словом, нет? Нет, дизайнер, он придумывает, из чего и как, точнее, из чего и как это должно выглядеть, а я уже воплощаю. То есть в идеале это сотрудничество с дизайнером. Но чаще всего бывает, что звонят и просят сделать красиво. Придётся придумывать самому. Да, и уже приходится самому включать в себе дизайнера, консультироваться с знакомыми дизайнерами и делать уже красиво в квартирах и домах. Да, это очень творческая, интересная работа. Я думаю, что это... Вообще, мне так представляется, что творческая энергия, она и одна, единая. Но просто каждый её воплощает в каком-то своём деле. Если человек творчески подходит к своему делу, кто-то пишет стихи, кто-то музыку, кто-то клеит обои, кто-то творчески моет полы, в конце концов. Почему нет? Если человек получает это удовольствие, и если это доставляет удовольствие другим. То есть, что такое творчество, что такое искусство? Это выражение себя... Это я прямо сейчас импровизирую и пытаюсь какой-то гениальный афоритм родить прямо в прямом эфире, извините за эту футологию. Это выражение себя на радость другим, наверное. Вот что-то такое. Я соглашусь. У меня сейчас на ум приходит такое, что творчеством можно заниматься с любовью, то есть, отдавать её другим людям. Можно, наоборот, с желанием любви, то есть, её искать. И так же заниматься творчеством для этого. Да, и ещё один очень важный мотив, который побуждает людей на творчество – это боль. Очень часто боль рождает какие-то творческие, гениальные часто проявления. Боль – это недостатка любви, опять же. От разных... И от потери. Да, от всевозможных причин. И частенько, пока ты от этой боли не избавишься при помощи какого-то нового произведения, она в тебе сидит очень глубоко. Бывали ли такие случаи в вашей жизни? Может быть, мы можем о них поведать нашим радиослушателям? Ну, скажем так, боль, которая становилась следствием, точнее, не следствием, а после которой появлялась музыка, такого, наверное, я не припомню. Всё равно это должно быть какое-то состояние успокоения, переосмысления, а уже потом музыка. Наверное, после большой радости пишется... Чаще, да? Пишется грустная музыка, как ни странно. Когда всё хорошо, настроение хорошее, и появляется какая-то очень грустная музыка. Ну, это, видимо, для того, чтобы как-то уравновесить. Я вот со своей стороны могу прокомментировать это примером из своей жизни. Когда у меня был самый тяжёлый период в моей жизни, я писала только эмористические стихи. Они прямо вот накрывались головой. Видимо, это была компенсация какая-то, да. Я хотела поинтересоваться, вот вы, молодой человек, есть ли у вас интерес к творчеству классиков наших, русских, каких-то поэтов? Поэтов. Вздохновляет ли кто-то из них вас на написание песен? Или же только современные поэты? В современных поэтах не очень хорошо разбираюсь. Опять же, при попытках знакомиться с ними мало интересов себе нашёл. Но в классиках кое-что встречается очень даже интересное. Например, у Пушкина, у Лермонтова. Замечательные стихи, которые у меня получилось обрамить музыкой и создать песни. Может быть, мы что-то можем сейчас послушать? Есть песня на стихе Михаила Юрьевича Лермонтова. Называется «Она была прекрасна». Как я понял, это песня о потере любви. И, как ни странно, уйдя из жизни в 26 лет, Лермонтов смог испытать такую гамму чувств, чтобы написать такое стихотворение. Да, он был, конечно, гениален. Это бесспорно. И в таком возрасте успеть столько оставить, это, конечно, просто чудо. Я напоминаю наш эфир 318-33-03. А мы слушаем песню на стихе Лермонтова в исполнении моего гостя Евгения Женина. Она была прекрасна, как мечта. Ребенка под светилом южных стран. Кто объяснит, что значит красота? Грудь полная или стройный гибкий стан? Или большие очи, но порой Все это не зовем мы красотой. Уста без слов любить никто не смог. Ссор без огня, без запаха цветов. О, небо, я глянусь, она была прекрасна. Я горел, я трепетал Когда кудрей избегающих пчела Шелк золотой рукой своей встречал Я был готов упасть к ногам ее Отдать ей волю жизнь и рай И все, чтоб получить один лишь только взгляд Из тех, в которых все блаженство яд О, небо, я глянусь, она была прекрасна Я горел, я трепетал Я горел, я трепетал Когда кудрей избегающих пчела Шелк золотой рукой своей встречал Я горел, я трепетал О, небо, я глянусь, она была прекрасна О, небо, я глянусь, она была прекрасна Я горел, я трепетал Я горел, я трепетал Когда кудрей избегающих пчела Шелк золотой рукой своей встречал Она была прекрасна Как мечта Спасибо, спасибо, Евгений Вот хочу таким стишком прокомментировать Может быть, может кто-то любит терять Друга веру, любовь, перчатку Не воротится время вспять Чтоб исправить в судьбе опечатку В гору не потечет вода И не станет доскою стружка Как не склеивай никогда Вновь осколки не будут кружкой Снова память решит то, сеет ночью Тоску сквозь души Не прожил без потерь никто Но научиться б самим не рушить К сожалению, люди Такое странное племя, которое Имея не хранит, а потеряя плачет И частенько вот эти переживания Связаны как раз с потерей любви С потерей любимого человека Не реальной потерей А расставания, я имею в виду Рождают такие строчки Которые наверняка потом Резонируют в веках Со многими людьми Оказавшимися в такой ситуации И, конечно, это риторический вопрос Вот как научиться На чужих ошибках Наверное, никак Каждый должен наступить На свои грабли сам И много раз Я напоминаю, что мы в прямом эфире 318-33-03 Это телефон студии Ну, а я хочу вернуть нас К разговору о современной поэзии Потому что точно знаю, что Один из авторов моего проекта Зелёная среда Цветкова Ольга Правильно я цитирую? Значит, является автором текста Одной из ваших песен Потому что в Альманахе По-моему, в предыдущем номере Был опубликован этот текст В разделе песен И на презентации Я слышала эту песню В вашем с Олей исполнением Дуэтом, да? Напомните мне название этой песни Выбор сделан верно Выбор сделан верно Это тоже философский такой текст Насколько я понимаю Жизнеутверждающий Оптимистичный Оля получила от меня Так называемую рыбу На музыкальном сленге Гитара с прописанной вокальной мелодией Потому что я её напел И впечатлилась Прониклась И у неё буквально там За двое суток максимум Появились стихи То есть вот есть несколько, да? Вариантов сочинения песен Когда поэт пишет песню На готовые стихи Когда поэт пишет стихи На готовую музыку И когда музыкант Рождает текст В процессе написания музыки Довольно часто мне говорят Люди, которые сидят в этой студии Что у них музыка и стихи неотделимы Вот те, кто пишет песни На свои собственные стихи Что это как-то одновременно Их посещает Но это сейчас мы говорим О том варианте Когда и первоначальным толчком Была именно музыка И уже на неё были написаны стихи Да, верно, это достаточно редкий случай Когда поэт Не просто текстовик Как человек, который может быстро Набросать какие-то слова А именно поэт Слышит музыку И у него это всё выливается Именно гармонично с мелодией Тут же ещё важно Чтобы настроение музыки Совпало со смыслом текста Правда, Вить? Конечно И вот давайте-ка Послушаем результат Что получилось у вас Вы можете нам сейчас Эту песню спеть? Да, конечно Выбор сделан верно Да Музыка То хоть мосты дотла То сковывает лёд Вдруг всё, что зажигало страстью Найдёт приют душа В аккордах старых нот А звук добавит свет в ненастье Радость, боль или холод зной Всё только часть пути Пепел ползнан обо мной По ветру распустив И я иду вперёд свободно Налегке за поворот Набираю ход Если страхи бросят тень Значит я рогдень То, что выбор сделан верно Подтверждает непременно жизнь Непрожитых времён Непройденных дорог Я предсказать исход невластен Но веру взяв с собой Шагаю за порог И знаю, будет путь прекрасен Радость, боль или холод зной Всё только часть пути Пепел ползнан обо мной По ветру отпустив И я иду вперёд свободно Налегке за поворот Набираю ход Если страхи бросят тень Значит я рогдень То, что выбор сделан верно Подтверждает непременно жизнь Радость, боль или холод зной Всё только часть пути Пепел ползнан обо мной По ветру распустив И я иду вперёд свободно Налегке за поворот Набираю ход Набираю ход Если страхи бросят тень Значит я рогдень То, что выбор сделан верно Подтверждает непременно жизнь Спасибо, а вот хочу продолжить эту тему Чем больше тёплых мыслей Тем по круг светлее мир в любую непогоду И можешь ты пройти огонь и воду И медных труб фанфарную игру Пульсирует с картиной бытия Тончайших капилляров паутинка Как радости негромкая пластинка То, что от глаз других сокрыто Я вдруг извлекаюсь простых вещей Привычных звуков, скучных ароматов Иначе всё становится когда-то Настроен не на остроту мечей Слов саркастических ироний в глазах Колючих мыслей, резкого дыхания А на волну тепла и понимания И на полёты с крыльями в размах Мне кажется, самое главное – это настрой человека Правда ведь? Как что внутри, то есть снаружи Если человек идёт по улице Злой, обиженный, грустный Конечно, он видит кругом только сердитые лица Его все толкают Он слышит ругань, грязь и так далее А если идёт счастливый человек У которого в глазах солнце Конечно, он видит одни улыбки Все ему улыбаются в ответ И мир совершенно в других красках представляется Поэтому думаю, что и призываю в очередной раз Наших радиослушателей Настраиваться, внутренние настройки свои Как-то на позитив изменять с негативом Настраивать свой внутренний стержень Совершенно верно Стержень для начала должен быть А потом его уже нужно как-то поддерживать И держать Я только что листала свою книжечку И мелькало стихотворение Что мы живём по горизонтали А надо-то по вертикали вообще-то так По большому счёту Я думаю, что нашим радиослушателям У нас не очень много времени осталось в эфире Если вы хотите ещё нам позвонить И что-то спросить То напоминаю телефон 318-3303 Но мне кажется, что должно сегодня прозвучать Покаяние Я вижу, что у нас есть музыкальная композиция С таким названием И нашим радиослушателям наверняка Такая тема будет очень близка Давайте послушаем Я могу словами ещё проиллюстрировать Да, проиллюстрировать Покаяние Это опять же композиция из спектакля Путешествие На этой сцене Под эту музыку Главный герой Общается со своим Давно умершим отцом То есть 10 лет назад У него умер отец От алкоголизма И он Общается с ним Ну то есть С ним всё в порядке Просто он Скажем так Хочет сказать отцу то Чего он не мог сказать Когда он был живой Вот я желаю всем Сказать Своим близким Друзьям Всё, что они хотят Пока Успеть сказать Это всё Успеть Пока ещё не поздно Не стесняться Ничего не бояться А делать Это сейчас Чтобы потом не жалеть Слушаем музыку Покаяние Звучит музыка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что ж Замечательная Замечательная композиция Но у нас ещё есть В запасе песни Которые мы обязательно хотели бы Хотя бы одну из которых Мы хотели бы подарить Нашим радиослушателям Поэтому Если есть какие-то важные слова Их нужно сказать сейчас Песни мы будем Прямо завершать эфир Дорогие друзья Недавно я услышал такую мысль Что все человеческие порывы Исходят из двух чувств Страх и любовь Так желаю же вам Чтобы ваши порывы Руководствовались Только чувством любви А я хочу от себя добавить Что где-то глубоко-глубоко В каждом из вас Живёт поэт Разбудите поэта в себе И наверняка Жить станет Намного прекраснее И интереснее Я хочу напомнить Что сегодня у меня в студии Был петербургский музыкант Евгений Женин Меня зовут Наталья Дроздова Вы слушали программу «Зелёная среда» Которую мы завершаем Песни Евгения Какой? Слушай гимн тишины На стихи Олега Евгеньевича Рутюнова Слушай гимн тишины В этом тихом краю Даже сосны молчат По-иному И в седых валунах Скрыта сила ушедших веков И в душе разбудив По стихам Роковую истому Я её пробою Без мелодий Без песен Без слов Слушай гимн тишины Та-да-да-да Слушай гимн тишины Та-да-да-да Слушай гимн тишины Ветерка легкий сказочный танец Между веток застенчивых Первый неопытный вальс И курок отпустив Под уставший решительный палец Нам подарит ещё один Счастье чарующий шанс Слушай гимн тишины Да-да-да-да, слушай гимн тишины Да-да-да-да, слушай гимн тишины Слушай Слушай